Это наши. Это наши. Нога болит. Ходил в медчасть, попросил, чтобы вырезали осколок. А мне сестра говорит, нет, вас привезут в госпиталь, сделают снимок и тогда заберут. Эту железяку. Вы знаете, меня, честно, ободрило это. Все-таки будем дома. А вообще, вот это русский танк, который приехал на нашу родину стрелять по мне и по моим собратьям. Вот. Ихнее обозначение. Белая точка. Мы настолько быстро въехали в село, что танкисты даже не поняли, что случилось. Один танк мы там, вот в этом яру спалили. Второй танк, вот этот танк хотели себе взять, а он не заводится. Поэтому, не знаю, может быть, спалим. Вот. А вот это, я вам покажу то, что мы нашли. Вот это индивидуальная, вот, армия России, индивидуальный, что, рацион питания. Вот. Ну, мы, естественно, тоже покушали. Вот. Разогреватель портативный. Смотрим. А, смотрим. Так. А, ну, понятно. Здесь, эти, сухой спирт. Ой. Недалеко там, в лесочке, спалили еще один БТР. Нашли раненого русского танкиста, принесли местный чай, сейчас сделаем для него, ну, ребята его обслуживают. А вот там, вот, за лесочком, я даже могу вам показать, вот, 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 именно вот здесь, стоит ихняя БРДМ, вот, они туда подъехали, восемь человек я начитал, плюс экипаж. Вот. Такой небольшой хутор, тут было, по-моему, семь хат, из них три хат изгрела. Ну, в общем, в общем, вот так вот, вот это я на фоне. Так что, господа россияне, если ваш президент говорит, что здесь нет никого из вас, так вот вы и есть. И пускай он вам не брешет. Все, конец связи.